Девочки, всем привет! Всех с наступившим Новым Годом! И да, я взяла несколько дней выходных, я вам говорила об этом, потому что действительно после ежедневной съёмки видео, влогмасов мне нужна была передышка, перезагрузка даже, но всё равно я так скучала по видео, потому что, знаете, когда снимаешь уже каждый день, то это как-то, наверное, входит в привычку. И с вами, да, такая связь прям хорошая, столько отзывов, комментариев. Мне прям было очень-очень приятно, и, конечно, девочки, я постараюсь снимать намного чаще. Если вы этого хотите, то, конечно, напишите мне в комментариях, если я вам, конечно, ещё не надоела. И сегодня у нас будет первое видео, просто влог в Новом Году. Так что добро пожаловать на мой канал, если вы здесь впервые. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, если вам интересен он, и посмотрите мои старые видео, какие-то много-много всего я снимала обо всём. Так что, да, привет, и с Новым Годом вас тоже, мои новые зрители. И сегодня я вам хотела показать некоторые, наверное, такие бытовые вопросы, да, рассказать. У нас появилось кое-что новенькое для кухни, я здесь в гостиной кое-что переделываю опять. И так что всего понемножку. И также запланировала сегодня разобрать свой туалетный столик, потому что там у меня, я вам покажу, но сниму, наверное, видео, да, мотивацию на уборку, наверное, следующее будет такое видео. Но вам покажу. Мне, да, мне за него конкретно стыдно. Там у меня полный-полный хаос. И я всё-таки присматривала себе кое-какую новую косметику, хотела купить. Но чтобы её куда-то сложить, мне нужно, конечно, чтобы там было чисто. Мне нужно перемыть кистью. Ну, в общем, разобрать. И я это всё откладывала, откладывала. Думала, ну, до Нового Года. Думала, ладно, окей, Новый Год пройдёт. Потом уже буду разбираться вот какими-то такими мелкими делами, домашними именно. Потому что кто-то, например, схламление делает до Нового Года, да, до каких-то праздников. А я вот это всё оставила на после, после праздничный период, когда уже всё более-менее успокоится. И не нужно будет бегать, думать, что там приготовить, что там, как украсить. Так что, да, вот такие у меня планы на первые дни января. Девчонки, из новостей, да, по Греции. Вы знаете, что мы сидим уже давно на карантине, уже, по-моему, месяца три. Онлайн-обучение, всё закрыто. То есть работали в супермаркетах и аптеке. Потом сделали такую систему, что открыли книжные магазины. И работали магазины, где всё для Нового Года продавалось. То есть всякие декоры и, ну, такие молочёвки всякие. Вот. Потом, вы знаете, сделали, увеличили выход из дома. Сделали не до девяти вечера, а до десяти вечера. Окей. Сделали систему click-away. То есть это, ну, допустим, онлайн покупаешь, там, или заказываешь. Либо приходишь в магазин, да, и тебе уже выносят товар, который ты захотела купить. Обувь ты ещё, если можешь померить на улице, например, да, возле дверей магазина, то одежду нет. И, ну, это здесь, знаете, в маленьком городе, вот то, где я живу в Пиргасе, окей, знакомые, вот кто в магазинах работает, да, вот с одеждой, там, либо с обувью. Мне ещё могли дать, то есть я пришла, приходила домой, могла померить и относила, да, то, что мне не подошло, либо несколько размеров мне могли дать домой, чтобы я померила и выбрала, который мне подходит. Ну, это, знаете, это в маленьком городе то, что есть знакомые, да, а если в большом городе, то такое, конечно, не прокатит, поэтому там сложнее всё. Ну, в общем, ладно, мы уже думали, окей, хотя супермаркеты, аптеки работали в обычном режиме. То есть здесь, знаете, такие несостыковки, вот прям, почему в супермаркетах помного человек, в маленьких магазинах нельзя заходить. В Иоланде я новое платье не смогла купить, потому что онлайн невозможно было просто дождаться, потому что там все доставки уже прям писали, там, на январь переносятся. Соответственно, онлайн я не купила. В магазинах, в детских мы всё прошли, мне прям на двери, ну, к дверям выносили, всё показывали. Ничего не подходит нам, Иоланде не нравится и ничего не завозят. Вот, представляете, то есть до такой степени скатилось вот это вот всё, вот эти бизнесы все, что просто не завозят новую одежду. Вот, ну, про детскую, да, я говорю. Вот, поэтому Иоланда была, ну, что-то она здесь, у неё есть одежда, конечно, но вот именно нарядное новое платье у неё не было. Вот, ну, ничего, пережили как-то это. Хорошо, что подарки успели прийти, потому что им заранее позаботились об этом, но вот это вот самое главное было то, что подарки пришли. Вот, и сейчас мы все дружно ждали, что школа откроется 7 января, что они пойдут в школу. Нет, нам просто вот с сегодняшнего дня, у нас сегодня, по-моему, четвёртая или с вчерашнего, или с сегодняшнего дня, я не помню, я уже запуталась в днях. У нас сделали опять более жёсткий карантин, опять закрыли и систему ClickAway, и опять вообще всё закрыли, то есть работают опять супермаркеты, аптеки, ну, там банки, ладно, вот эти госучреждения, например, да, тоже по, когда ты идёшь, либо по рандеву куда-то, ну, делаешь, как сказать, по записи, да, как врачу, я не знаю, записываешься. Ну, в общем, опять всё закрыли, и выход из дома до 9 вечера, и это всё нас посадили на жёсткий карантин из-за того, чтобы дети пошли в школу 11 января. Я уже тут слышала информацию, что там и до 20 января, кто-то в других странах уже там и до февраля, в общем, будут так сидеть, ну, в общем, это всё, знаете, каждый день какие-то новости, вот эти всё меняются, меняются, я не знаю, когда это всё закончится, ну, я очень надеюсь, что дети всё-таки пойдут в школу, потому что действительно этот год, ну, учебный год, я не знаю, как они в итоге учатся, вот, вроде как и английский должны тоже начать, так что я надеюсь, я очень надеюсь. И сейчас, знаете, что, я ещё почему, я утром, утром до обеда, да, понервничала, потому что все дома, всё равно невозможно, как-то все куда-то, муж, Йоланда, что-то делают, ходят, то Йоланду не могу поднять. И я говорю, блин, да ёлки-палки, уйдите, вы уже к свекрови, идите там поешьте, я уже есть не хочу, принесёте мне сюда отдельно еду, я уже дома сама поем, а пока я позанимаюсь какими-то своими делами, ну, и как раз поснимаю видео. Так что, да, не совсем удобно, конечно, когда все сидят дома, вот, но пошлите, покажу вам уже мои новиночки для кухни, и потом ещё расскажу, что ещё новенького мы хотим сделать. Девочки, итак, после новогодней нашей такие покупки, да, рабочие, домашние моменты, хотела показать вам, что муж купил, наконец-то, набор ножей, и марка немецкая, Berlinger Haus, вот так называется. И говорит, что это вроде как хорошая марка, то есть это известно, я не знаю, на самом деле, такие домашние, домашние посудные марки, я вообще с ними как-то особо не знакома. Но он взял, говорит, вот этот набор вроде как должен быть хороший, это прям Германия, и там много ножей, как вот я сейчас вижу, сейчас открою, потому что он просит дать ему ножи, он там сейчас готовит. Вот, и взял ещё такой лист один, тоже покажу вам попозже, но мы им ещё не пользовались, просто положила на кухню то же самое, этой же марки, и сковорода, да, сковорода, кстати, вот, классная, мы ей уже пользуемся, тоже такая же марка, не пригорает, и, знаете, она такая, как из камня, что ли. Девочки, кто знает такую марку, напишите мне, вот, здесь и на русском, кстати, написано вот что-то, на ножах, на упаковке тоже на разных-разных языках всё написано, наверное, в разных странах продаётся, и на русском, да, набор ножей 11 предметов, поварской нож, хлебный, ну, в общем, разные-разные ножи для чистки, стейковый, вот, стейковый, прикольно. Так что, давайте смотреть. И мне очень нравится то, что они не просто такие металлические, вот такие, как, знаете, как бронза. Только что заметила, что название этих ножей называется, вот так, Metallic Line Rose Gold Edition, то есть розовое золото. Итак, здесь две упаковки, то есть самый такой большой нож в одной упаковке был, и всё остальное в другой, и этот самый большой, он вот этот, 20 сантиметров, шеф, нож поварской, поварской нож, 20 сантиметров, то есть вот это самый огромный. Ну, слушайте, он такой тяжёленький прям, и вы знаете, здесь на конце есть защита. Я не знаю, это просто упаковка, вот эта пластиковая, или так надо хранить, но очень-очень острый. Девочки, здесь каждый нож, представляете, упакован вот таким образом, то есть в пакеты, ещё в картонку, в такую, сейчас распакую, и посмотрим, какие здесь ножи. Обалдеть, они такие красивые, смотрите, я их распаковала, и поразделяла, то есть вот эти 6 ножей, это для стейков, вот эти давайте перевернём, посмотрим, потому что всё закрыло. Итак, кто у меня тут повара? Поварской нож. Я не знаю, как им резать, я таким вряд ли буду пользоваться, муж только. Это нож для хлеба, но, вы знаете, я не люблю вот такие ножи, потому что они, когда режешь хлеб, они вот так крошат, так не нравятся мне. Ну, это моя фишка такая, да. Дальше, сантоку нож. Вот этот нож, ну, это, видимо, тоже повара вот так, тык-тык-тык, режут. Я тоже таким делать не умею, но, может быть, для мяса хорошо будет. Дальше, универсальный нож. Вот этот, наверное, будет мой самый такой ходовой, я уже это знаю, потому что он хорошим, таким подходящим для меня размером. И дальше нож для чистки, ну, для чистки, да, овощей или чего-нибудь, тоже хорошенький, такой небольшой. То есть вот этим я уже вижу, что вот эти мои два ходовые ножа будут. Но вот эти ножи для стейков, ну, подавать, когда мясо будем делать, да, запекать, либо жарить. Ура, у нас есть, наконец-то, ножи, потому что у нас какая-то проблема постоянно была с ножами. У нас их просто постоянно либо нет, либо они не острые, либо они уже какие-то все в разнобой почему-то. Ура, моя мечта сбылась. Кстати, все лезвия настолько острые, просто невозможно. И вот в самой инструкции, вот здесь вот инструкция была, пишут, что они очень острые, чтобы быть аккуратно. И еще мыть вручную, не в посудомойке. И, ну, не корябать их, стараться, в общем, следить, чтобы кончики не обломались. Так что, девчонки, супер. Итак, девочки, я вам до этого вставила уже, или вставлю, да, кусочек, как я распаковала, вот эти ножи. Коробку я еще не выкинула. И хочу показать вам. То есть я нашла здесь место на кухне, куда я сложила вот эти ножи, которые для стейков. Отличные, мы ими уже пользовались на Новый год. Вот. Отличные ножи, просто классно. У нас как раз были стейки, отлично режут все. Единственное, у меня не подходят они вот с этими вилками, но вилки я хочу тоже заменить. Именно, знаете, такие, ну, вот как на праздничные обеды, наверное, обеды, ужины, купить вот. Либо тоже золотые, либо розовое золото, потому что вот эти цвета, это розовое золото. Вот что-то мне нужно подобрать. Дальше, вот эти два ножа я еще не пробовала. Я их отдельно положила, вот в этот отдел у меня здесь маленькие вилочки лежали и трубочки вот такие. Но я одни трубочки на другие положила, поэтому вилки переложила в ложки. Поэтому для двух вот этих ножей, чтобы они не тупились, не порезаться, чтобы случайно. Я их положила сюда, но их еще не пробовала, потому что я не знаю, как такими резать. Я боюсь, если честно. Вот. А на повседневное я оставила себе вот такое для хлеба, но я им тоже не пользуюсь. Ну, обычно муж режет хлеб, потому что я хлеб вообще как-то не использую. Ой, надо пропылесосить. Вот пылесосила недавно здесь, надо опять пропылесосить. Вот. Потом вот такое на ежедневную основу себе оставила, который маленький. Ну, знаете, порезать там сыр, там что-то порезать, овощи, фрукты. А что это с ним? А это в камеру просто так отсвечивает. Очень острый, очень удобный. И где-то у меня... А, и еще есть вот такой маленький. Видите, он помытый просто сейчас. Тоже для очистки чего-то. Тоже удобный, острый и классный. Так что, девочки, я уже попробовала вот эту марку и могу смело рекомендовать вам. Кстати, они недорогие, как оказалось. Единственное, девочки, знаете, написано, что в посудомойку не засовывать их. Но я думаю, не из-за ручика, а из-за того, чтобы не затупились. Поэтому вручную вот моем. Девочки, смотрите, второй раз муж ставил сюда кастрюлю с белым уксусом и с водой. Вот прям горячей, кипящей водой, прям в кастрюле здесь. Я оставила, ну, на час, на полтора, то есть пока, чтобы вода была еще горячей, но как бы остывала прям здесь. С выключенной плитой. Смотрите, и это у нас после чистки пара очистителем. И после чистки там еще сода, что-то там уж смешивал. И, смотрите, второй раз вот воду ставили. То есть лайфхак такой вам. Ну, вот сейчас вот мне предстоит это все вытереть насухо. Просто, казалось бы, плита чистая, да, была. Но вот, однако, все вот в таком виде. Это вот после новогодних праздников, после готовки, после Рождества у нас вот такая чистка. Девчонки, смотрите, второй раз протираем все. Вы посмотрите, сколько грязи вышло. И подсвечиваю немного. Ну, чуть-чуть, знаете, я вот сейчас мужу говорю, что в следующий раз, когда будет разогретая духовка, вот здесь вот Анжела Хиа, лук, тогда уже еще раз поставить горячую воду, кипяток с уксусом и дочистим ее уже. Это все после свинины, вот после вот этих ножек свиных. Столько жира получилось, видите. Показывала тоже, вставлю до этого, как мы очищали нашу плиту, не плиту, а вот эту духовку. И здесь у меня как раз-таки стоит один лист. Давайте вытащу. Видите, я всякие вот такие листы, я их держу прям сразу в духовке, потому что очень удобно, чтобы они нигде не мешались, и я всегда знаю, что они здесь. Итак, вот еще один лист, который я вам тоже сказала, покажу попозже, этой же марки. Но его мы еще не пробовали. Это, ну, бумажка была здесь приклеена, я его, кстати, даже еще не мыла. Здесь тоже бренд этот написан. И смотрите, какая прелесть. Фиолетовый цвет. Смотрите, как все здорово сделано. Вот, нужно его помыть будет. И он, знаете, он поглубже, чем, например, вот этот прозрачный. Вот, размером он тоже побольше, чем прозрачный. Потому что, вы знаете, когда у нас вот трое для троих, например, вот этот лист я не люблю. Я на нем выпекаю, когда, ну, знаете, когда вот бумагу вот эту пекарскую положить тогда. А вот так я не люблю на нем ничего готовить, потому что его отмывать не люблю. Вот, а так я готовлю в основном в таких пирекс, называется, по-моему, в стеклянных. Но этот большой, а этот маленький. А этот, получается, такой средний размер. То есть, получается, поместить можно и в посудомойку, и в раковину хорошо встанет. Так что, да, вот такая вот у нас новиночка. Ну, я еще не пробовала, но мне кажется, он все хорошо будет, потому что у нас что-то подобное уже, кстати, было. У меня тут муж понапокупал разных еще, ну, типа, кастрюль сковородок. Вот это тоже такой же бренд. Сковорода. Такая, знаете, как из камня. И ею тоже уже пользуемся. И, вы знаете, вот, девочки, вот такие поверхности, они, по-моему, каменные или как-то так называются. Вот, они очень классные, то есть на них не пригорает, и годами можно пользоваться, и ничего не пристает, не пригорает. Единственное здесь, знаете, я ее в посудомойке еще не мыла, потому что здесь вот такая ручка, как бы прорезиненная, что ли. И вот я думаю, все, вдруг она у меня тоже испортится. Потому что, потому что, потому что, смотрите, здесь тоже у меня. Это уже старая, ей уже много лет, тоже типа каменная. Вот. Много лет ей, видите, уже вся пригоревшая, припредгоревшая всякое разное. Вот. Но здесь ручка, видите, облезла. Из-за того, что я ее засовываю постоянно в посудомойку. Видите, что с ней произошло. Сама сковорода классная, но выглядит уже, конечно, непрезентабельно. И еще одна такая же. Тоже еще одна такая же сковородка, тоже с таким же покрытием, видите, каменным. То же самое с ручкой. Видите, что происходит. То есть сама сковородка классная, но она большая, правда. Вот. Это поновее, чем вон там маленькая. Но то же самое с ручкой. Поэтому муж, собственно, и купил вот такую сковороду среднего размера. Мы обновили. И в посудомойке я ее еще вот не засовывала. Но она классная. Девочки, смотрите, тоже она недорогая. Вот эта марка. Могу советовать. Девчонки, вы не думайте, это не новогодние подарки. Это муж до этого покупал. Купили также еще вот такой, я не знаю, это как казанок или как его назвать. В общем, тоже с ручками, с крышкой. И вот такая глубокая. Тоже с покрытием, с таким же. Но в этой еще мы не готовили. Единственное, я ему сказала, что я хочу вот именно с крышкой, чтобы она была глубокая. Поэтому, ну знаете, там мясо потушить, либо плов сделать. А так она такая же, как сковорода, только вот такая, как казанок. Помните наши казанки, которые были, вообще потрясающие. То есть это вот что-то в таком плане. Да, немного такой обзор кухонных. Кастрюль у меня получается. Марка Pyramis, да, получается, называется. И вот эта кастрюля, она стоит просто, я не знаю, как три сковородки. Она что-то в районе 50 евро. Когда курьер пришел, ну, чтобы я оплачивала, да, я говорю, сколько? Я говорю, там что, что-то внутри есть еще? Ну, я просто не знала, что там муж заказал. Он говорит, ну, вроде как одно вот это. И я обалдела. Я звоню мужу, я говорю, слушай, говорю, это правда, оно столько стоит? Он говорит, да. Так что на кастрюлях тоже можно разориться. Поэтому вот эти ножи и сковородку, которую я вам показала до этого, они, можно сказать, очень бюджетные. Хотя фирма тоже хорошая. Я не знаю, почему вот это столько стоит. А и далее, девочки, еще знаете, что хотела с вами поделиться чем? У меня в последние дни, у меня немного здесь, может быть, опухше сейчас на лице, если вы видите. В последние дни декабря у меня просто заболел зуб. Вот где-то здесь, наверху, я не могла понять, то ли один зуб заболел, то ли другой заболел, то ли вниз, потому что боль вниз пошла и в ухо, и вообще на всю сторону. Особенно вечерами я страдала, я просто пила постоянно обезболивающее. Ну и понимала, что конец декабря, то есть сложно будет найти врача зубного. Но 31-го, когда я уже не могла вообще терпеть, я вам, конечно, это не рассказывала, но как бы, знаете, таблетку обезболивающую выпью и окей, да, жить можно. Но я понимала, что, вы знаете, я один раз щелкала семечки, и я почувствовала, как будто я что-то вот так как-то нажала сильно, и вот с того времени я почувствовала вот эту боль. То есть, получается, такое ощущение было, когда, если, не дай бог, сладкое, да, что-то попадет, либо там горячее, либо холодное. Когда я пошла уже чистить зубы, например, я обратила внимание, что, о, когда холодная вода, и мне дикая боль, вот знаете, как стреляющая боль, вот как будто ножом просто режут. И я понимала, что что-то, может быть, я отколола, либо кусочек зуба, либо кусочек пломбы, или вообще я не могла понять, что. Ну, в общем, 31-го декабря, представляете, да, у меня муж утром нашел врача, начал всех обзванивать по отзывам и искать, потому что наша уже не принимала, наш самотолог, моя крестная, которая, вот, нашел одного, позвонил, говорит, что, ну, так и так. Тот, говорит, ну, нашли время, как, конечно, когда идти к врачу. Ну, говорит, ну, я выйду, говорит, посмотрю, что происходит вообще. И назначил нам встречу, мы пришли как раз-таки вот, ну, до обеда, да, получается, в декабре. И вы представляете, он мне пока нашел, где конкретно у меня боль, потому что я не могла понять. Но особенно, знаете, к врачу, когда приходишь, боль-то сразу прекращается. Он мне там и холодным, ледяным, вот, чем-то брызгал, в общем, выявили, что вроде как один зуб, но он говорит, может быть, это еще и другой. И надо посмотреть. И, в общем, он мне на одном зубе начал удалять нервы. Представляете, я просидела в кресле просто час. Ну, соответственно, там сначала вот это чем-то залепляют, потом, вот. И через неделю примерно идешь опять на повторный, как бы, прием, получается, и уже переделывают, уже на нормальную пломбу, да, ставят. Вот, удалил нервы и вкалывал, вкалывал мне уколы обезболивающие. Ну, в общем, сделал, все хорошо. Боль у меня, конечно, вот такая резкая прекратилась, но, вы знаете, я пью антибиотики. То есть у меня Новый год прошел безалкогольный. Ну, я чуть-чуть шампанского там углотнула, так, ради Нового года, да. Но вот так вот, что пить там не вино, никакого алкоголя я, конечно, не пью, потому что я антибиотики пью с 31 декабря просто. Вот. И обезболивающие, как вечером начинается, конечно, такое, знаете, как нытье вот всей стороны. И, видимо, то, что от уколов, ну, вообще от этого сверления ныть начинает сторона вся. И вечером тоже в основном пью антибиотик, ой, не антибиотик, а обезболивающий. Поэтому, ну, жить уже можно, да, уже не так, что прям такая резкая боль, как это было вот в последние дни декабря. Но вот у меня через несколько дней мне опять нужно будет идти, ну, как бы уже на нормальный, на оригинал, да, переделывать, получается, зуб. Вот. Так что вот такие у меня последние новости декабря опять были. Я не знаю, как можно было так попасть просто, но я говорю, ладно, шампанское выпью уже, выпью шампанского уже на наше русское Рождество. Я надеюсь, что я уже закончу с антибиотиками к этому времени. Просто, знаете, я не пью так, чтобы пить, да, но обидно. Я ждала, ждала это Рождество, ждала, что выпью шампанского, бокал, там, два бокала. Ну, нет, обидно. Вот, но зато я съела клубнику из шампанского. Да, на этом было всё моё спиртное. Вот, напишите в комментариях, как вы отметили Новый год. Мне очень интересно, потому что, знаете, в Фейсбуке, например, там, либо в Инстаграме, смотришь там фотографии у всех, всё до сих пор готовка, там, завтраки после новогодних салатов, после новогодних салатов, то, что оставались, у всех такие завтраки прям праздничные. Вот, но мы решили в этом году не готовить много, ну, в этом году, да, вот именно на Новый год, потому что на Рождество мы готовили, у нас было много еды, получается, всё равно гости не могут прийти, потому что нельзя просто, да, вот. И, получается, на Новый год мы приготовили немного, но всё равно это у нас на два дня растянулось. Я там салат тоже оливье делала, я винегрет на Рождество делала, оливье сделала на Новый год, но получилось опять, как бы я ни старалась делать мало, получилось много, я отдала половину просто другу моего мужа, вот, он заехал, забрал. Так что, да, чтобы просто у нас не было очень много еды, вот так. А в России, знаете, я посмотрю, думаю, блин, куда все столько наготавливают, ну, у нас это, наверное, как-то привычка, да, что вот именно новогодний стол должен ломиться, но у нас получается так здесь, что Рождество прошло, как бы здесь-то Рождество, оно как-то главнее, чем Новый год, поэтому у меня все силы ушли на Рождество, а на Новый год уже как-то, ну так, поспокойнее как-то было, потому что, ну, видимо, уже я перестроилась, наверное, как-то на греческий лад, да, на греческую жизнь. Все равно одевалась я, красилась, прихорашивалась и на Новый год, и на Рождество. Много комплиментов, конечно, получают девочки от вас, от парней, да, в Инстаграме, где кто-то пишет в ТикТоке, там разные комментарии. Хожу тут в свою комнату, и вы знаете, вот эта свеча девочки из Греции, в магазине практикер покупала как-то свечу о хэппи-дэй в отделе декора, она потрясающе пахнет, вот именно хлопком, что ли, чем-то таким пудрово-хлопковым. Очень классная, то есть я ее прямо сейчас зажигаю, и она у меня горит, и получается весь вот этот запах, он идет на весь дом. Так классно пахнет, обалдеть. Много про Еландину комнату. Убрала в итоге у нее вот здесь белое покрывало, и то, что покупала, убрала, потому что она его испортила. И слайм опять на нем, и какие-то катышки были, оно, по-моему, даже у нее там лежит. Оно классное, теплое, но уже некрасиво смотрелось. Поэтому Еландина кровать опять без покрывала. Положила сейчас вот это маленькое сюда одеялко. Еще знаете, что я у нее хочу переделать? Она постоянно сидит на кровати целыми днями. У нее здесь зарядка, планшет всегда, и она сидит просто на кровати. Я говорю, ты же дыру на матрасе продаешь. На кроватях не сидят просто так. Ну, а сидеть у нее, по сути, получается негде. Она вот может утром посидеть на медведе здесь, на вот этом мягком ковре, но вечером все равно как-то прохладнее. Ну, и хочется хорошо, комфортно сесть. На стуле она тоже не может целыми днями сидеть. Но комнату свою любит. И я тут вчера принесла одно кресло с моего офиса. Поставила, думаю, блин, ей надо, наверное, кресло сюда купить. Но у нее здесь шкафчики. Ну, и, соответственно, места не так много. Соответственно, кресло не должно быть огромное. То есть здесь уже не диван. И хотела одно с Икеи, такое белое. Вставлю фотографию, покажу вам. Но оно метр на метр, такое квадратное. И то есть закроет буквально вот досюда и вот до окна. То есть здесь займет все место. Поэтому нашла другое. Тоже вставлю фотографию, покажу вам. Вот, такое как бы бежевым цветом, потому что у нее бежевая кровать. Но свое кресло синее из офиса поставила. Просто посмотреть удобно, ей будет либо неудобно. И было классно. Все-таки в детской комнате нужно еще место. Даже вот родители придут, да, ну где-то сесть. Чтобы не сидеть постоянно на кровати. Вот, так что надеюсь, мы его скоро купим. Опять же, не знаю, как это все произойдет. То, что сейчас все настолько задерживают с доставками. Надеюсь, скоро мы его получим. Потому что муж сегодня написал в один магазин узнать, точно ли этот цвет бежевый. Потому что на сайте пишут, что ментоловый. Я не знаю, как они, дальтоники или как. Потому что на каких-то, в каких-то магазинах спишут, что бежевый. На каких-то, что это ментоловый. И, в общем, это все интересно. Но в итоге написал он в один магазин, чтобы точно знать цвет. Ну, а примеряла я и кресло вот это. Но оно, видите, оно такое темно-синее. Это у нас от кота все закрыто стоит сейчас. Оно темно-синее. В принципе, если в гостиной у нас оно нормально смотрится, здесь вот нормально смотрится, то в Юландину комнату оно сильно так выделяется. Ну, не знаю, если ей то не понравится, то я отдам это, а себе другого. Вот это беленькое. Ну, беленькое, бежевое заберу. Девочки, знаете, я хотела бы заменить. Я уже говорила, что вот эти вот пушистики, которые уже не совсем пушистики, я их хочу заменить. Потому что я нарвала до этого, я не помню, говорила или нет, другие, когда вот как раз таки сезон, что они раз более такие пушистые. Я вам сейчас их покажу. Но сначала вот я сейчас жду мужа, поэтому вставлю этот кусочек попозже, да, немного. Вот, жду мужа, чтобы он меня вытащил отсюда, из этой вазы, там, куча газет, бумаг, пакетов. Я не знаю, что там мы всего надолгали, потому что ваза, она, смотрите, какая высокая. И вот эти ветки, мы их рвали короткими, получается. То есть они проваливаются, и было бы вообще маленькие-маленькие такие вот торчали бы. Поэтому, чтобы оно вот так вот у меня было, мы туда напихали, если вы помните, как я туда запихивала пакеты газеты. Итак, пошлите покажу, что я хочу сюда поставить. А вот эти я... Ну, я их, скорее всего, выкидывать не буду. Я их положу в нашу кладовку, свяжу, как-нибудь упакую и положу в кладовку, потому что вдруг они мне опять пригодятся. А Марсеныш тут сидит. Он, знаете, сейчас ходит здесь, на лестничную площадку гулять. Это я оставшиеся ветки, чтобы не выкидывать, я их здесь в горшок посадила. Итак, нарвали мы вот такие длиннющие. Я не знаю, недели... Ну, то есть до Нового года это еще было. И смотрите, какие они пушистые. То есть, видимо, сейчас сезон как раз-таки был. Я их вчера здесь немного очищала. Видите, вот валяются до сих пор. И они, смотрите, намного пушистей. Но я думаю, что... Ну, они опять же здесь лежат просто. Но я думаю, когда они будут стоять, они еще побольше распушатся. Марси мне здесь вчера помогал их чистить немного. Кстати, немного, видите, летят вот эти вот пушинки, но не смертельно. Потому что те у нас, когда вот стояли, тоже первое время чуть-чуть еще сыпались. Но если их не трогать, они как бы хорошо стоят. То есть, все заказывают с Китая, да, вот с Алиэкспресс такие. Но у нас они растут. Вот. Так что достаточно пушистые. То есть, они, смотрите, намного пушистее. У меня их, по-моему, здесь штук 10. Намного пушистее, чем вот, которые у меня были раньше. Так что, и видите, они очень длинные. Поэтому, надеюсь, хорошо встанут. И поэтому мне нужно вытащить из вас газету. А растения, помните, у нас здесь была кокосовая пальма. Но она у нас просто сдохла. Да, поэтому у меня горшок остался землей. И вот эти еловые, сосновые ветки я сюда забрызгала снегом. Думаю, ладно, пускай постоят возле входа. Игрушек не было. Какие-то ленточки поприцепляла. Поэтому надо будет это потом разобрать. Дождусь русского Рождества. И буду уже убирать весь декор. Все еще в огоньках у нас. Да, Рождество будет стоять. В принципе, ничего не менялось. Убрали сейчас эти, кстати, ветки. Смотрите, как пусто стало. Ага. Знаете, чем вытаскивает? Чем уголь переворачивает на барбекю? Видели, да? Такое надо здесь потом пылесосить. И вообще надо, я думаю, убираться буду конкретно, когда уберу уже весь декор. Потому что сейчас бесполезно это делать. Постоянно сыпется повсюду что-то. Сыпется какие-то веточки, палочки. Кстати, одна вот эта веточка, которая, ну, которая вот новая, я поставила сюда, потому что, ну, поставила, примерила, потому что она самая коротенькая почему-то у меня. Вот. Ну, потом, когда я уберу вот эти новогодние штучки, может быть, я сюда еще поставлю вот такие тоже веточки. Посмотрим. Итак, девочки, самое интересное. Сейчас будем смотреть. Мне кажется, они у меня еще разной длины будут. Блин, какие они классные! Девчонки, мы там повытаскивали, конечно, газету, но там, мне кажется, внизу еще кое-что осталось. Вот так вот, да, получше. Девочки, смотрите, мне кажется, вот эти вообще круто смотрятся. Ну, уже, правда, у меня свет не такой хороший. Но вот такие они пушистые. Так что это была хорошая идея. Да, я вот некоторые, так как у меня веточки покороче, я их как-то повставляла так, но в основном мы их не двигаем особо. Шторы здесь тоже не закрываются. Мы не закрываем, поэтому я думаю, что они будут стабильно стоять здесь. И они очень круто смотрятся с этими постерами. Да, не сравни то, что у меня было. Некоторые у меня были, тоже мне нравились, конечно, но вот такие пушистые вообще отлично смотрятся. И вот с этой стороны. Ну, свет, конечно, да, сейчас уже все. С другой стороны получается. Но вот такие вот, такая красота. Супер, я довольна. Девочки, видите, у меня даже вот такие, такую пампасную траву, нет необходимости даже покупать, заказывать с Китая, потому что она у нас у самих растет. А вы знаете, наиболее пушистые, наиболее прям такие, ну, специально выращивают их, есть такие в Голландии, по-моему, из Голландии везут, ну, если из Европы. Вот. Но если в Греции поискать, то я нашла в городе Солоники, там есть какой-то магазин, но они не делают доставку, там прям огромная такая вот эти, огромные ветки, очень пушистые. И в Афинах, в дорогих цветочных магазинах, тоже можно найти очень пушистую пампасную траву. Какая красота! Супер! Скажите же! Видите, почему здесь грязь всегда получается? Потому что я, например, пудру могу рассыпать. Ну, я обычно убираю, но сейчас я не убрала, потому что все равно здесь нужно будет разбирать. Вот это все разбирать. Видите, пудра всякая сыпется, все это сыпется постоянно. Здесь вообще я вот точу карандаши, когда я их прям сюда и скидываю, вот эти кожурки. Блин, надо повыкидывать что-то, чем не пользуюсь. Разбирала, разбирала, все равно нужно опять разбирать, выкидывать. Вот. Так что мне работки здесь предстоит на целый день. Девочки, надеюсь, вам понравился такой мой просто влог, просто поболтать, просто мои ежедневные дела после новогодней. Если вам понравилось это видео и вы хорошо провели со мной время, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. А мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok